Так, у нас сейчас 12, у них 8, да, где-то утро? А сейчас мало народу будет, 8 утра. Самое манико кино. Просыпайтесь нахуй все. Ну, хорошо? Э, привет, бродяги всем. Утро доброе. Сколько у вас времени? Ну-ка, давайте. Слышно меня? Ха-ха. У кого-то 10, 42, у кого-то 7, 42, 9, 42, 6, 42. Ого, какие мы разновременные. У нас 11, 42. Всех из Казахстана, что ли? О, у кого-то даже 15, 30, я не знаю. Из Канады? Классно. Еще не ложилась, и почему так? У меня все супер, ребят, вы бы знали, насколько мне сейчас офигенно. Ха-ха. Беларусь, тебе тоже привет. Не слышно меня, серьезно? Я сейчас на Алтае. Или в Алтае, как правильно говорится? На Алтае. На Алтае. Лекрикс, Велира. Ха-ха-ха-ха. Лекрикс. Лекрикс, Велира. подписчица вышла вау а я сидела просто кушала приятного тебе аппетита давай смотри какая малышка это у нас актриса из сериала эйфория кстати в гостях Настя я за тебя обождела спасибо большое, душу очень приятно у нас тоже Настя что рассказывай как жили у меня сейчас 23.44 а у вас у нас один пара а я кушаю привет мне хорошо я на самом деле просто случайно нажала на кнопочку ничего страшного хорошо в шоке да нормально все нормально люди меня приняли в эфир пацаны пацанки вот жесть ладненько удачи давай кого нибудь еще прямо в эфир так кого еще закинем ну а я не знаю где юля платок сорян ребят за коронным обнимем небеса я тебя не вижу я тебя не вижу сейчас подожди жду а у тебя есть патчи да есть дай пожалуйста спасибо спасибо какое-то такое слово по теме у нас после учреждения ясно так как пользоваться розки давай давай почему они похожи на склизку ну сейчас нормально у тебя как так а он а а а а а а с а а все так с так а еще закинем вайк укус разумок стало нет запросов очень много смотрят сто сорок шесть потому что утро меня обычно там писали спасибо за поздравление с прошедшим что-то со звуком да дерьмо привет здорова как дела кайф как твои мои вообще-то хорошо чё отдыхать ну на работу сейчас скоро работа работяг жизнь такая я тоже работала по 24 на 7 с выходным в 2 часа я вообще без выходных по 15 часов если знаешь доставка самокат а да вот я там сборщиком ради товароведом работала нифига да сложно сложно да чё как там на Алтае ой ой классно вообще только холодно клянусь жесть мы вот собирались летом поехать летом тут наверное тепло да по-любому офигенно там вообще классно там вообще классно летом ну и сейчас здесь офигенно горы по кругу я смотрю и такая чё серьезно я здесь там вообще здорово так что полный на всем скажу а почему мне пишут что я на гелью похожа ну чуть-чуть есть такой капельку ну может быть чуть-чуть только ну мы же каждый человек индивидуальный мы все индивидуальные ну конечно мы все офигенные индивидуально ну так то да по факту что расскажешь интересно на Алтай хочу поехать вот что молодого человека уговариваю уговаривать что-то не хочет думаю уже с подружками собраться и поехать на автобусе поехать никто не должен мешать планам и целям конечно хочешь делай так я сейчас заработаю права получу и сама поеду что мне ну да кстати по факту на тачку и все кругослеточкой так ну у меня предлагали поехать на делимобиль у меня знакомые просто поехали на делимобиль ручничок дернули на 110 тысяч влетели о я такая думаю нормально по этой тачке всегда гоняйся да лучше ну да лучше так конечно даже не карщи вот это все лучше своя тачка ну да ну как бы твоя стоит под окнами ну что то без прав пока не бесконечно вvos SAR Kathryn а вы где именно на алтаве а я не знаю как это что называется я просто где-то в чем там да там здорово там лето можно чачи всякую пивнуть там на халяву наливать по дегустации мы так постоянно ходим пьем да мне кажется если я сейчас выйду по местным магазинам люди добрые очень щедрые такие прям мне нравится там контингент не то что знаешь в многих городах россии ты хочешь какие-то озлоблены типа стрёмно вообще даже с таким да это вообще кошмар потому что мы на алтай были там наоборот нам даже мы на базу приехали нас не заселили мы сидели ждали часа-два нам может быть вы заселитесь там пока так нам посидите пивка мы такие ну пивка там можно медовухи налили мы сидим с кайфом просто это нормально это алтай да и меня была мечта раньше туда переехать ну чтобы жить здесь вот я не знаю ну а вот так приехать чисто вот отдохнуть это вообще офигенно да там я хотела очень съездить на марс не заездили нет на марсе это плюс 300 километров от чем мало но она того стоит интересненько это триста горы красные просто так кто следующий барабанная дробь я сейчас буду кидать рам дом на каждого да да просмотров мало ребят потому что утро все только встали спят обычно нужно в эфирчик походить к вечеру встал их к этом чем а так сейчас я отвечу на сообщениях ф нет как суппо следующий так сейчас сколько времени у тебя все три минуты одиннадцатого а у них вечера нет у них какой город я сказал стану моё принято обработал да вы где сейчас надо хотя не уступил у тебя связь ваще виснет жестко да какой поход конкретный тут ведь интернет потому что сейчас связь очень злобная да связь ужасная эти сердца я дарю тебе всем у себя что-то ты вообще прям пролагала жестко смотри я вечером буду еще делать давай чтобы у тебя связь была с кайфом залетаю тебе снова приму хорошего дня тебе хорошо тебе тоже спасибо 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 кайф Неужели, я тебя вижу вживую. Я не встречаю, Зайка, жесть, как сильная. Я тоже. Ты какая Петрозаводск теперь? А? Когда ты в Петрозаводск теперь? А теперь не знаю, честно, Зайка. Я должна была, хотела же с Кристиной, Бурой и остальными поехать. У нас фан-встречи в этот день, когда вот они уже будут в Петрозаводске. Потом я не смогла поехать. Да иди, да. Знаешь, жди меня в Москву. Гоу, мои двери открыты. Только мне отпуск еще не дали, подожди, пожалуйста, еще чуть-чуть. Понятно. Че? Почему тебе отпуск еще не дали? Так работать некому. Как это выгодить? Ты вылечилась? Нету аллергии больше, чем это? Или что это было? Да хуй знает, что это было. Вроде нет, более-менее вылечилась. Уже лучше намного, чем было. А, как всегда, я вам этот дерматолог своей французской косметики надала, такая, держи. Реклама рефлейм, блядь. А ты в Мияги вступила? В нашу банду Мияги? Конечно. Ты че, я обязательно, я везде подписан. Не сы. Не сы. Там же весело. Докажи же там, Угоревич, контент вообще огонь. Обязательно. Конечно. Девочки, мальчики, кто здесь сидит, все подписываемся на Мияги. Это просто пушка. Реклама от Ангелина. А есть парень? Папилка здесь какая-нибудь? Там, наверное, попал делать на руку. Как нет? Я не буду их будить, пусть не спит. Че расскажешь? Че рассказать? Я легла в 2 часа ночи спать. Проснулась в 5 утра. Я выспалась. Ааа, нифига. И до сих пор вот сижу теперь кукую и не знаю, чем заняться. Ну, главное, потому что родители. Да, конечно. Они маленькие после вчерашнего. Так что без 5 минут выезжаю в Алтай. Вон кто-то в работу съездит, докопайся до него. Он в соседней комнате спит. Ааа, он сижу тоже. Че все такие спящие, не понимаю. Ну, я говорю, я вообще пиздец. Я сижу тут какое-то. Я тебе покажу зрителям, Анастасия. Ладно. Мою кошку должен знать весь мир. Да? Исюня. Помаши всем. Привет. Все, пиздуй. Пиздуй давай. Привет, Леонидор и мама. Вы на сколько туда в Алтай поехали? Восемнадцатого. Восемнадцатого утром мы уже в Москве. Короче, пять дней. А. Я сейчас посмотрела на календарь, понять, какое число сегодня. А у меня еще 2022 год висит. А, ладно. Понимаешь, однако. Это все уже, клиника. Матросы плачут по мне. В натуре матроскина тишина. Я, кстати, вчера в матросы ездила. Да? Поедела. Потом, короче, надо было друга забрать. Ну, не из самих матросов. Не из поликлиники. А так. Вот. Думала выйти там, остаться. Остановка чисто моя. Отдохнуть. Полежать в больничке. Походят успокоительно. Вообще шикарно будет. Станешь нормальным человеком. То есть сейчас вина такая, типа. Причем чуть-чуть поехала. Ты замерзла? Конечно, я видела, ты скидывала фотку. Это тебе вроде Ронни подарила. Да? Отнюху. Ну, все. Готова выйти со мной посмотреть горы? Ты у меня сейчас, короче, зависла. И то, что ты еще говорила, я ничего не слышала. Готова со мной выйти посмотреть горы? Пошли. Я просто покурить решила. Думаю, надо тогда выйти, показать тебе горы, что ли. Ну, конечно, давай. Я, конечно, видела, что я уже скидывала. Но я еще хочу посмотреть. Хоть, знаешь, в интернете посмотреть, так скажем. Мы тут, это семья Мияги, слушает Мияги, где он там? Вот там. Ну да, пусть увидела. Ой, ну красота-то какая. Сколько нам сейчас градусов? Минус 8. А, ну еще нормально, по-боже. И ветер с ветром, кажется, что минус 20. Чтоб ты понимала, вчера тут было или позавшера минус 17. Огромный ветер. И, казалось бы, по ощущению, это минус 45. Короче, туда надо ездить летом. Да, ну мы выбрали такое переубрение. Ну ничего, зимой тоже там красиво. Если там можно открыть на город, да, тут фотокку сделать. Ну красота. А, красота. Три татушки, три татта. Красотурочка моя. Смотри на нашу хату. Ну я уже заметила, с которыми кирала, с арбонами, офигня. Вот там мы сегодня будем делать шашлычки, а там их кушать. Ну шикарно, шикарно. Честно говоря, шикарно. Как тебе моя прическа была? Оценила. Оценила. Ну, кстати, лучше, чем до этого было. Да? Конечно, мне больше нравится. Пить. Лучше башка дай пирожка, да? Ну не прям, не сочиня. Ну, там по бахам только все чуть-чуть. Так что, нормально, вообще пушка. Пушка, пушка. У тебя теперь ногти каждый раз в этом стиле, да, будут со знаком твоим? А я только последний раз делала, и то на одном пальце. А остальные просто красненькие. Бестия, да. Изменения, ёпта. Да, да, да. Анастасия и делает ногти. Такое видно, но в поселке расскажешь, не поверят. Да, делает ногти, ходит по салонам, вообще жесть. Катается по Алтаем. Все написали, Настя, выбрось каку. Так что бросай курить с того, на лыжах, у тебя вон горы рядом. Я, кстати, сегодня, скорее всего, мы идём гулять в горы. Завтра прикинь, что мы делаем. Чё? Завтра у нас по планам снегоходы и тур по Алтаю, экскурсия. О, что ж, шикарно. А на этих наобордах не будете? А это я ещё не знаю, это мы распишем, потому что у нас осталось, мы с 17-го отсюда выезжаем, чтобы с 18-го в Барнаул приехать и оттуда улететь. У вас там, типа, вот просто стоит отель и больше никого рядом нет? Это домик снимается гостевой, много таких домиков, только они вдали друг от друга. А, ну тогда понятно, когда смотрю, просто чисто вот вижу только вот этот домик и больше ничего, думаю, блядь, вы чё там одни? Зато знаешь, как кайфово. Да, конечно. Все против, чтоб ты курила. Ну, блин, ужасная привычка курить. Да, 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 полностью согласна. Я вообще никогда не курила, я, молодец, не курящая, не пьющая, не даю шаг. Жарко? Может, вверх просто приоткровать? Да, вверх. Чтоб не продуло нас. Смотри, короче, у нас тут есть девчонка, сняла эйфория. Похоже на рюк, да? Похоже на трюк, жесть. Почему вы назвали себя Мияги? Мияги? Ответь вопрос. Нет, это пока на тачке, короче, что-то за Мияги зашёл в диалог, и всё, мы Мияги. А, ну, по Мияги, да? Я Мияги, вообще-то. Все решили, что ты Мияги, кстати, да, так что тут без вопросов. Мамка, я слежу за тобой во всех соцсетях. Алёна, поздаляй! А почему Белоснежки? Не знаю. Так, неинтересно. Почему Белоснежки? А? Я тебе лично расскажу, почему Белоснежки. А, ну ладно, тогда хорошо договорились. Понятно. Оля, ты что, пишет, звонит? Да. Ну, я, короче, тут просралась, я почти две недели ни с кем не общалась, никому не звонила, не отвечала, потому что у меня дел дофигища, короче. Я там еще гуляла немного. Ну, ничего, отдыхать тоже надо, правильно? От всех нас. Надо реагироваться и всем, наконец, начать писать, звонить, отвечать. Ну, там как время будет у нас деловая, заметая, там такое, знаменитость. Так мы теперь едем на снегоходах. И 18-го там тоже будет замут, короче, этот с блогерами тоже на снегоходах мыщим. Ну, сюда, Стэф. Я тебя познакомлю. Минологом офигенной девчонкой, это Стэф. Привет. Это кто? Я не знаю. Это Стэф, это очень хорошая девчонка. Мне много дало. Нет, девчонка, я вижу. Смотри, это финалистка «Рабов любви», Юлия Ларвисовна. Я львица. Тогда я тигрица. Да ты видел эту прическу? 30-40. Ладно, я не пушистая, ладно. Че ты? Стэнер на меня надели. Блядь, я кружочки посмотрела, мне так стыдно. А мне... Просто удалите. Как у тебя, кстати, прошел день рождения? Я тебе написала, ты мне так и не ответила. Убийственная. Это я тебе позвоню, лично обсудим. Да? Там тоже, я так понимаю, много, да, весело было? Ладно. Весь как весело. Я и здесь падала? Знаешь, какого мне интересно узнать, что там было? Теперь кипит телега об этом. Я упала вчера. Да, ты упала со стула. А еще ты под елку упала. Под елку? Я помню. Я причем, когда упала под елку, была... Начались true stories со вчерашней тусик. Да, я упала. Не, ну нормально. Чем? О, у меня ж масса, че-то мне есть. Нихуня себе, я сейчас деловая буду. Больше тысячи человек. Больше сны. Что она встает? Что делать? Уже обожительную. Как ты? Она не работает. У нас аудиты есть? Да, где там аудитов не делают? Да ладно. Подожди, а где сидите? Да, у вас, короче, там такая прям тусовочка веселая, я понимаю. Как? На самолете же, да, летели? Да, мы прилетели в Барнаул на самолете, Барнаула на Микрике. Штайки не сикнула? Я не знаю, что почти весь полет. А, ну, то вообще нормально. Ты тут у майка, сама. Ну, почти, почти, да, почти слова. Она знает теперь, что я Мияги. Мияги-я. Мияги-я. Я. Че, как у тебя вообще жизнь? Мияги-я, молодая. Я тут напилась. Мияги-я. Короче, собрались с девчонками с работы. Решили немножечко посидеть. Я взяла там с девчонкой на двоих 0,5 вискаря. Думала, на этом дело закончится. В итоге собрались мы в 8 вечера. В 7 утра я легла только спать. В 12 я поехала пьяная к врачу. Не, ну, это было весело. Я Толе пьяная звонила. Говорю, я домой не вернусь. Я остаюсь сегодня в городе. Так что вообще хорошо посидела, отдохнула. Прямо оторвалась, знаешь, вот за год прям. Я ж Новый год тут не работала как-никак. Кстати, а че вы не вернулись? В смысле? Ты-то приходила в усиление ко мне. И вы пошли с Олей, так скажем, за объект елки отдохнуть. Ай, я не понимаю, как мы телепортировались домой. Я стою только думаю, блин, ну где вы? Вы не возвращаетесь? Думаю, ну ладно, мы все равно скоро домой. Прямо, мама такая, не прописит. Ох, что ж. Все понятно. Смотри, давай еще мы с тобой лично созвоним. Я еще пару ребят возьму, подписчиков в эфир и закончу. Все, давай. Пока-пока. Давай. Пока. Так, кого возьмем? Какая? Моя? Это моя лучшая подруга. С Карелией. Так, че? Там у... Привет. У меня отлично. Почему у меня эфир залагал, и я тебя не вижу? Что происходит? Не знаю. Че, рассказывай, че? Ты решила тут взорваться, да? Ну, как? Че, пусть. Я ем мармеладку, все же надевали. Панчу. Типа, даже когда говоришь, что я не буду уходить, все равно, ну, на безалкогольном виде. А ты что делаешь? Мы с девчонками сидим и обсуждаем, что будем сегодня делать. Будем делать мы сегодня шашлыки и... Девочки, я че емнулась вчера. Походу, руку себе не дебала. Трус ториса. Мы что воскресенье делали шашлыки? Че, классная б***ь, это мысль. И как-то вы женя из-за мысль здесь. Главное, Мияги начала ругаться. Это я обычно... У меня домашние животные. В Карелии у меня собака и кошка. У меня кошка недавно умерла. А, это ты, Анютка, умерла. Это котик-котенок. О, жёстко. Ладно, короче, че, эфир сохраняю. Помчала я заниматься делишками. Ещё вы... Давай. Ой. Спасибо, что принимала. Заразошла? Да. Хорошо.